Вокал Вокал Если вы хотите, чтобы Беларусь Сергей остался в шоу «Украина слезам не верить», отправляйте смс с цифрой 3 на номер 723. 732, Сергей! 732, да, да. Заради участия в нашем шоу, Беларусь Сергей Жбанков покинув своих друзей и родных успешную работу в Минском театре, покинув свою родную страну и переехал к Киеву. После первого тура, вот именно после него я понял, что действительно все реально, действительно все возможно и можно цепляться. И даже нам, белорусам, тем более не каждый день приезжаешь в Киев, а я впервые в Киеве и хочу здесь задержаться как можно надольше и использовать свой шанс на все 100%. Зо всех участников Сергею пока что найважче. Хлопец уже мая завоевывать симпатии глядачей у иншой краины. Потому что действительно парень из Беларуси приехал, кто такой, что такое. И вот, наверное, вот этой белорусской широстью, скажемо, нашей, ну, ширость, искренностью, я думаю, можно попытаться это сделать. Что-то пробудить в украинских сердцах свое, что-то искреннее, что-то настоящее, мне кажется, вот таким способом можно взять. Сергей дейсно нащерейший та найдобрейший. Саме ця его якість, а також шаревный белорусский акцент, підкорили під час кастингів Ані Лора. А вы помните этот милый парень, который говорил, добре? Да, помню, очень хорошо. Все, я пошел. Добре? Ты уверена? Хорошо, я так думаю. Добре, стой! В данном случае это как материал. Если бы правильно вот направить, можно такое произведение искусства сотворить. Он очень трудолюбивый и очень, мне кажется, способный парень. Не знаете, он, мне кажется, что он еще раскроется так, что все удивятся. Покинути все и рискнути. Шаревного белоруса смусила его голов на мріях. Здесь, наверное, вот как на грани мечты, когда вот ты еще и поешь, ты еще и танцуешь, и есть такой главный приз, и есть к чему стремиться. Потому что, наверное, такая небольшая мечта, которая у меня сидит в подсознании, это все-таки сыграть главную роль в фильме-мюзикле. На жаль, в ридней Белоруссии Мария Сагия никогда не стала реальностью. Сдействовать ее сможете лише вы, наши глядачи. Вы спросите, есть ли такой кот в мире, что чудеса творил, как наш несравненный Истофелис? Он спокоен, он строг, он точен, от хвоста и до кончика в лап. Каждый номер его отточен, вот так маг про него говорят. Может сыру превратить он щербет и на картах все будет сказать. Может наколдовать в волшебном цилиндре белых кроликов стук 25. Он и здесь, и там, он нигде, невозможно за нему следить. Извергать он умеет огонь и в закрытые двери входить. Ведь вердят все вокруг, и на все голоса покажет Истофелис вам чудеса. Вы спросите, есть ли такой кот в мире, что чудеса творит, как наш несравненный Истофелис? Истофелис! Нет сильнее его вражбы, знает все он иллюзии метод. Может взглядом одним приподнять клетку тигров на сантиметр. Может в небе, как птица парить, разорвав притяжение плен. И пройти без труда сквозь китайскую стену и заставить исчезнуть Биг Бен. Порождение магических сил для него невозможного нет. Ему ведомо множество тайн, он бессмерт, я знаю, секрет. Все голоса по чуде его на коленях, без подвластные мои пространства и время. Вы спросите, есть ли такой кот в мире, что чудеса творит, как наш несравненный Истофелис? Истофелис! Есть ли такой кот в мире, что чудеса творит, как наш несравненный Истофелис? Ladies and gentlemen, я представляю вам нашего несравненного Мистера Истофелиса!